Сейчас на эту сцену поднимется Валерия Ковалишина, феминистка, наша подруга и участница партии РСД. Лера, прошу. Привет, привет всем. Хочу сказать, так слышно, спасибо, во-первых, организаторам, ну, за то, что они смогли, а мы ведь знаем это не просто, организовать этот митинг, потому что, прежде всего, сегодня один из важных факторов сохранности и здоровья, хотя бы сохранности арестованных, это огласка. Общественное мнение может влиять на решение власти. Вы знаете это, это по делам Эльдара Дадина. 17 мая Следственный комитет прекратил, закрыл дело по Дмитрию Богатову. Вот, и, то есть, перемены возможны. Как уже здесь говорили, нужна огласка. И это работает. Арестованных ребят власть обвиняет в терроризме. Терроризм это запугивание, это действие страхом. Но тот, кто запугивает сегодня, это сама власть. Она не способна справиться с нарастающими проблемами. Ни политическими, ни экономическими, ни социальными. И все, что она пытается сделать, это запугать нас настолько, чтобы мы замолчали и не говорили. Но для сторонников такого поведения у меня есть новости. Это не работает, ребята. Наши проблемы сегодня такого свойства, что от того, что мы молчим, они не решатся. Решение их будет, придет время. Но, когда это время наступит, и мы их начнем решать, переговоры и сила в этих переговорах будут на нашей стороне. Спасибо. Сейчас, я просто хотел еще сказать, что мы приближаем сейчас здесь, как бы ни казалось это медленным, исторический этот процесс весь, мы приближаем его. Нашей солидарностью, прежде всего. Помощь политзаключенным, это один из этапов, одно из дел, которые мы можем делать сейчас вместе. Оставив в стороне наши идеологические разногласия. Мы не должны дать запугать себя и загнать нас на кухне. Потому что мы знаем, что режим, который держится на страхе и на полицейских дубинках, он обречен свободу политзаключенным. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!